Доброе утро! Ее все слышали, но мало кто видел из наших телезрителей. Человек, голос которого отвечает за нашу информационную осведомленность. Сегодня во Всемирный день радио с удовольствием представляем вам шеф-редактора службы радиоовещания телерадиокомпании «Югра» Елену Васильеву. Лена, доброе утро! Доброе утро! С праздником тебя! Спасибо! Расскажи, как складывается день шеф-редактора радио? Во сколько начинается так же рано, как у нас и во сколько заканчивается? На радио работает не так много специалистов, как хотелось бы, поэтому мне приходится выходить в смену. Моя смена начинается в 6.30 утра и заканчивается в 14.00. Иногда, конечно, приходится задерживаться. А дальше уже подхватывает эстафету другой специалист. Как вообще ты попала в эту профессию? Почему именно радио? Думаю, что не случайно, наверное, я попала сюда, потому что где-то класса с 7-го, 8-го точно. У меня идея фикс возникла, что я хочу читать новости. Я хочу читать новости и делать это лучше, чем Екатерина Андреева или Татьяна Миткова. И, готовясь к урокам, я все время вслух читала. Причем читать вслух начала не именно с 7-го, 8-го. Это вот такая была любовь. У меня с первого класса я всегда читала вслух, читала хорошо. И в классе мне всегда просили читать. Так, читать будет Васильева. Если какое-то там задание или какой-то рассказ читала, всегда выразительно Васильева. И мне это очень нравилось, заводило. А в 7-м, 8-м классе я уже серьезно задумываюсь. Ну, а почему нет? Попробую. В общем, мне казалось, что у меня вообще виртуозно это получается. Но ведь не ошиблась. Ну, не знаю, это уже нужно оценивать. Это мы точно в этом уверены. Слушатели должны, да. Вот, а на радио попало в 2004 году. Даже помню день, это было 2 августа. Вот, я очень хотела попасть в нашу контору. Первый раз оказалась в городе, когда училась на третьем курсе, приехала в гости, увидела здание, телекомпания, и думаю, все, хочу здесь работать. Вот, закончила институт, приехала. Получилось не все сразу, но и тем не менее получилось. Когда здесь появились вакансии, я, значит, пришла. На тот момент было 2 вакансии в службе телевизионной информации и радио. И тогдашние руководители этих структур пришли, они презентовали свои вакансии. Тогда это был Эдуард Марков и Юрий Карпекин. Ну, вот, последний сделал это более виртуозно, и остался на радио, и по сей день здесь работаю. Но всегда новости? Или какие-то, быть может, были новости? Новости, новости. Всегда были новости, да. Я была вот даже подростком таким, очень, знаете, увлеченным в этом плане. Смотрела все информационные программы, все аналитические. Вот, и видела себя вот на этом поприще. Но почему-то так сложилась судьба. Радио, а не телевидение, я не жалею. Лена, как пишутся новости на радио? Есть ли какие-то свои моменты? Есть какие-то основные источники информации, быть может, как они вообще, в принципе, формируются в выпуске? Страшный секрет открою. Новости пишутся буквами, преимущественно русскими. Ну, конечно, своя специфика есть. Отличается от телевизионной, да, это определенная подача. Что касается, где берем, то мы пользуемся ресурсами нашего большого медиахолдинга, они нам доступны. Мы пользуемся официальными порталами государственных органов, администрации муниципальных. Сейчас в последнее время очень сильно набирают обороты мессенджеры, точнее уже набрали. И вот там госпаблики тоже есть, они довольно быстро опубликуют свои новости оперативно и часто. Это удобно. Вот помимо того, Лен, что нужно эти новости собрать, написать, их же нужно и правильно подать. Вот как подать так, чтобы быть услышанным? Потому что если в телевидении мы все равно где-то применяем мимику, где-то жестикулируем, да, чтобы как-то более понятно и точно донести информацию, то как быть на радио? Ну, здесь это уже ощущение того, кто читает. Если непосредственно говорить о передаче, в написании тоже при подготовке выпуска есть определенные тонкости свои. Я сейчас не буду и обо всей этой кухне рассказывать. А при подаче, ну, конечно же, это нужно сделать, это нужно голосом сделать, чтобы до человека донести, чтобы человек услышал и где-то у него отложилось и о, и быстренько запомнил. А вот у телевидения, конечно, у них есть такое очевидное преимущество, как видеоряд. Увидев картинку, человек все сразу понимает. Вот как-то так. Злые языки твердят, что с приходом интернета радио постепенно уходит в историю. Вот мы с Никитой, с моим коллегой Староверы, мы радио слушаем всегда и везде, и, конечно же, радио Югра наш фаворит. Вот, Лена, как ты считаешь, радио вечно? Я считаю, что вечно. Вот понимаете, сколько людей, столько и мнений, столько и вкусов. А вкус вкусу, как мы знаем, не укащик, кто любит арбуз, а кто свиной хрящик. Кому-то все время будет нравиться телевидение, кто-то вот прям фанат телевидения, кто-то любит радио, кто-то интернет. Интернет сейчас настолько плотно вошел в нашу жизнь, особенно вот в жизнь молодежи. А радио, мне кажется, всегда будет, потому что что такое радио? Радио – это атмосфера, это настроение, это то, что нас окружает. Мы едем на работу, в машине, слушаем радио, они нам, эти ведущие, создают настроение, правда? Где-то хорошая песня, какая-то хорошая песня, она тебя завела, подарила тебе хорошее настроение на весь день. Заходишь в магазин, тоже радио слушаешь, дома на кухне готовишь, и тоже радио. Ну, согласна, согласна. Лен, а бывает так, что приходишь на работу, и вот нет настроения? Или, к примеру, неважно, себя чувствуешь, может быть, горло болит? Вот в таких ситуациях вообще заметно ли это слушателю? Как приходится ли выкручиваться? Бывают такие вообще ситуации? Вообще, конечно, я же живой человек, так же, как и другие ведущие. У кого-то бывает нездоровье, у кого-то неприятности. Применительно к себе я, конечно, стараюсь все это скрыть, ну, и чтобы слушатели, конечно, не слышали. Наверное, не всегда, не совсем всегда получается, потому что, когда у тебя болит горло, это сложно скрыть. Согласна. И во всех остальных случаях, ну, я стараюсь быть убедительной. Лена, ну что, спасибо большое за беседу, с праздником тебя еще раз. Спасибо большое. Мы с удовольствием слушаем выпуски новостей в твоем исполнении. Спасибо. Поэтому приходи, будем рады видеть тебя чаще в нашем телевизионном эфире. Спасибо. С гостем прощаемся с вами, увидимся буквально через пару минут. Оставайтесь с нами. Спасибо.